Но вы же понимаете, что у нее и у вас там будет меньше возможностей в профессиональном плане? Я вообще, честно говоря, честно сказать, я сейчас себя вообще не рассматриваю в дальнейшем как артиста Алексея Панина. Жизнь — это эксперимент. Опять-таки, спасибо огромное Никите Борисовичу Джигурде во многом, потому что он говорит очень умные вещи по жизни, и они, если слышать, о чем он говорит, они очень правильные. И это наш скафандр. Жизнь, она немного другая. Можно послушать Оша, Будда, можно обратиться к их учениям. Я, как мне кажется, мне Бог, Вселенная, кому как нравится, жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было и не одна. Я мечтал о доме на Рублевке, ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил, и материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного, все, что со мной попало в сеть, я имею в виду... Ну, взламывали, да. Это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему. Но, к сожалению... Но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Вот. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». Да, потом войду.